всем привет это самоделка это дымогенератор но этот дымогенератор чем отличается выгодно от других дымогенераторов тем что здесь стоит камазовская фаркамерная свеча вот сюда свечу подается топливо солярка свеча накала в нашем случае отсюда будет подаваться здесь жиглер надо выкрутить расстрелить на 2 миллиметра и вот здесь вот будет подаваться воздух из-под низу и идти вверх свеча нам для этого всего надо это свеча накала камазовская два крокодильщика две плотнительные шайбы они будут сюда эти вот диаметр 20 труба техническом магазине покупается я ее покрасил для эстетики длина и здесь 95 96 миллиметров а диаметр 42 миллиметра вот такая вот длиннее не надо это увеличивает объем две вот такие вот заглушки они целые это уже токарь мне вытащил вот под эту свечу резьба 20 шаг-полтора это все будет вот так вот я специально взял такую вот гайку пошире она вот сюда вот так накрутиться для того чтобы случай не так глубоко там сидела меньше заливать туда масло будет потом изменяюсь потом ставится вот эта шайба потом закручивается это уплотняется если с нибудь видео затягивать потом это все соберу уже и на готовую покажу как работает и минератор ставится опять эта шайба и потом уже вот родная гайка от этой сече накаливания вот так вот сюда заключить потом это закрыться вот сюда все я потом это все покажу теперь сверху ставится опять вот такая вот заглушка вот на эту трубу и вот сюда тоже в этом же магазине здесь сварных работ вообще ничего ставится вот это вот штуцер и здесь будет подсоединяться шланг который уже будет выходить дым так же купил пошел там у ребят в гаража камаз стоит раздеребаненный их уже продать камаза у нас нету вот сюда трубка будет крепиться и сюда будет подаваться вот так воздух это с трубкой тоже естественно почистил покрасил сейчас все соберу цепочек для того чтобы подвешивать я думаю эстетически а и вот там полтора метра провода этически все будет выглядеть хорошо не так вот как там сварки там черный металл не пойми что соберу сейчас все покажу такая красота уже когда я зажал получилось это у нас гайка красно-медная шайба это заглушка и там опять красно-медная шайба вот видно ее и и гайка перед этого все дела вот так вот сюда будем ставить вот такая вот промежуточная красота получается вот и трубочку сюда как говорил присоединил сюда будет потом шланг здесь выход шланг и судой же будет заливаться глицерин так теперь провод один суда плюс-минус тут роли не играет все равно она будет работать но допустим ориентировочно вот у нас плюс тут и минус здесь хомутом но и термо садочку дену сейчас и чтобы не паять не мучиться взял на хомут хомут отличное будет прилегание к хорошей контактом плоскость проводу так вот с несколько раз свернул чтобы плотно было еще ну вот и результат здесь у нас подача здесь вы можете поставить редуктор у кого я не ставлю у меня редуктор в системе если регулирую можно есть переходник между пистолетом там тоже есть манометр не обязательно стать редуктор здесь вот снимается для того что вы если вдруг даже с редуктором что-то случится здесь больше полу килограмма килограмм вы не выдержит она выскочит вот опять своего рода предохранитель поставил прозрачную так не более интересно чтобы не перегибалась ставил пружинку здесь на выходе естественно вы тоже можете уже регулировать что вам надо теперь давайте испытаем проводка сейчас подсоединим подсоединили вот то свеча здесь подача идет тем хорошо еще это камазовская свеча что на 24 вольта на 19 номинал вот и она не надо ставить никакой реле ничего она не перегорит теперь вот шланг вот подаю воздух смотрите насколько густой дым идет бомба вот это вот генератор за эти вот это я понимаю просто очень все легко габариты вот смотрите все маленькие удобно всем пока